Слава Богу! Идет пандемия такая, знаете, и мы даже сидим здесь все почти без масок, слава Богу за это. Хотя сегодня в Америке каждые 30 секунд умирает человек от коронавируса. Каждые 30 секунд. Почитайте, сколько умирает человек, пока мы не здесь. Я бы хотел предложить нам сегодня прочитать одну историю из книги Царств. Четвертая книга Царств, с первого стиха. Мы вставшие будем выслушать, кому будет трудно стоять, можете сесть. Ниман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирианам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Нимановой. И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказы его». И пошел Ниман и передал-то господину своему, говоря, «Так и так, говорит, девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Ниману, «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел, взял с собой десять талантов серебра и шесть тысяч стиклей золота и десять перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано вместе с письмом Сим, «Вот я послаю тебе Нимана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказы его». Царь израильский, прочитав письмо, раздорал одежды свои и сказал, «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он послает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте, смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский раздорал одежды свои, то послал сказать царю, «Для чего ты раздорал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Ниман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев и выслал к нему Елисеев слугу сказать, «Пойди, омойся семь раз в Иордании и обновиться от тела твоего у тебя, и будешь чист». И разгневался Ниман и пошел и сказал, «Вот я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и фарфар, реки Дамаски, они лучше всех вод израильских, разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное, сказал тебе пророк, то не сделали бы ты, а тем более, когда он сказал тебе, только омойся и будешь чист». И пошел он. И окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божия и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он. И все сопровождавшие его, и пришел и встал пред ним, и сказал, «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он, «Жив Господь, при лицом Которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман, «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет раб твой приносить все сожжения и жертвы другим богам, кроме Господа». Только вот чем-то просит Господь раба твоего. «Когда пойдет Господин мой в дом Риммона для поклонения там и опрется на руку мою и поклонюсь я в дом Риммона, то за мое поклонение в дом Риммона да простит Господь раба твоего в случае сем». И сказал ему, «Елисей, иди с миром». Аминь. Сегодня, читая Библию, как Слово Божие, мы все должны пропустить через призму нашей жизни. И как наша жизнь, похожа ли она на жизнь этих героев веры, описанных в Библии, коснемся вот здесь несколько лиц, спрочитанные. «Елисей Божий, пророк, представляющий Божью сторону, Гиези, слуга пророка, и маленькая девочка, служители Божия, и евангелисты, и Нейман, поклоняющий идолу Римону, представляет собой неверующий мир». «Нейман». «Нейман». «Генерал сирийской армии». Мы прочитали его с такую скупую, но красочную и радостную вещь, историю о том, что с хорошим концом таким. И первое, что здесь обращают внимание, то, что написано, что он был человек военный. Наверное, родители Неймана вложили в него все, что смогли самое лучшее, самое доброе, самое ценное. Он увидел, что они достигли результата. Он стал физически сильным, уважаемым человеком, великим полководцем, и сам царь Сирии опирается на его руку. А ведь в то время мы знаем, мы читаем в Библии много мест, что и по истории знаем, что очень часто были заговоры. Царей легко убивали, снимали. Но когда армия находится на стороне царя, то это уже не так страшно. Как все военные люди, Нейман добился высшего звания. Кстати, все военные карьеристы, они все хотят быть генералами. Многие люди хотели пожать руку Неймана, на которую опирался сам царь, или просто посидеть, или постоять с ним. Знаете, но эта Библия показала только такую внешнюю сторону Неймана. Был виден ум, воля, характер. Сколько было побед, а вот дальше говорится о том, о чем люди не знали, даже не догадывались. Они не знали, что Господь дал победу Нейману. Может, дня на очередную войну на сражение, он видел, что его армия находится в плохой ситуации. Противные находятся на горе, а не внизу. И нас, легко, говорит, поразить было, но Бог давал им победу. И после победы, видимо, после этой, Нейман прокручивал в уме ход этой всей битвы, боя, понимал, что ни солдаты, не он, а какая-то неведомая сила помогала ему. Это был Господь. У Господа много было разных слуг. У него был слуга-набухотансор, который завоевал весь мир тогдашний. Поэтому и Нейман чувствовал, что это непросто. И во всех вышеперечисленных этих достоинств Неймана мы видим следующее. Человек себе был отличный воин. Когда Библия говорит отличный, это значит был отличный. Это был очень такой супер. Но, стоит запида большая но, но прокаженный. Для людей он был еще авторитетом, он был еще идеалом, он был примерой и даже опорой, но сам Нейман понимал, что настанет тот день, когда откроется его болезнь. Проказа. Проказа это заразное заболевание, и при том оно было неизлечимое в те дни. В Иудее это считалось мерзостью, и человек исключался из общества. Не знаю, как в Америке, но там, где мы жили раньше на родине, были лепрозории, изоляторы для больных лепрой, проказы. Там они жили, там они работали, там они женились, и там они умирали. И вот такой участи ждал Нейман. Такие больные были изгоями общества. Мне кажется, приходя домой, он каждый вечер снимал свои доспехи и спрашивал жену, ну, как там моя болезнь? И ответ был один. А болезнь прогрессирует. И эту весть давала ему жена, и это была правда. Я думаю, что он спробовал все лекарства, все народные средства, но улучшения не было. А ведь сегодня многие верующие люди похожи на Неймана. С виду они здоровые, сильные, могут красиво говорить и что-то делать даже в церкви, и другие могут ими восхищаться, но проказа греха лежит на них пока невидимо для людских глаз. И такой человек мучается в поисках очищения, когда болит плоть, тело наше, это нам понятно. А вот как в духовной области? Многие люди в поисках Бога идут не туда, куда нужно. Это самому, видимому, Неймана. Он пошел к царю своему, а тот послал его к царю израильскому. А израильский царь в своем очереди вообще указал ему на дверь за подозрец в нем шпиона и разжигателя войны. Как часто люди идут в храмы, на которых начертаны имя Божие, слова Божие, и все говорится на каких-то других языках, древних, и хочет ищущий человек, ищущая душа понять что-то, услышать Слово Божие, но не может уловить этого. А если еще кто спросит у этих священников, царьков о рождении свыше, как Нейман очищении, о почищении грехов, о спасении по благодати, то реакция будет такая же самая. Нейман мог отдать за исцеление много денег, но он не знал и не слышал, чтобы кто-то мог исцелять проказу. Но есть хорошая новость. Сегодня медицина на ранней стадии излечивает эту проказу. Но еще лучше есть новость. У нас есть место очищения от проказа греха. На Голгофе в крови Иисуса Христа голодный мечтает о еде, больной о здоровье. Грешник нуждается в прощении очищения. Сегодня мы, подобно Нейману, прячем наш грех под мундиром нашей самоправедности. Но как эти грешки портят нам настроение, теряется мир в сердце. Но, слава Богу, у Неймана была маленькая девочка, рабыня из еврейского народа, которая прислуживала жене Неймана, о ней им поговорили в другой раз. Она-то и сказала госпоже, что есть, мол, в Израиле пророк, который может помочь господину. В тексте даже не упоминается имя этой маленькой благовестницы. В данной интерпретации сегодня маленькой девочкой может быть одно слово, несколько, пару слов, маленькая мысль, которая наталкивает человека, что же будет дальше, а вдруг я умру, куда пойду после смерти, и все эти вопросы заставляют человека делать что-то. И вот жена несет эту весть мужу. Слава Богу, что у нас есть жены, которые скрывают нам глаза на грех, насколько он большой, и наши же жены указывают, как избавиться от греха. Это не Сапфира, которая помогла Амурю грешить до самой смерти. Нейман ухватился за эту соломинку. В его душе появилась надежда, надежда на исцеление. Он идет к царю и открывает ему свою болезнь. У царя сразу была такая реакция, он поменяет свое отношение к нему, он видит, что перед ним стоит смертный человек. Он тут же пишет письмо царю израильскому. Нейман берет с собой очень много денег. Кто-то пересчитал на сегодняшний день, это было бы 300 килограмм серебра, 60 килограмм золота и 10 перемен одежд. Он решил, что это достаточно заплатить за очищение. Чтобы вылечить такую болезнь, надо много потратить. А разве сегодня лечение болезней обходится нам дешево? И вот Нейман пошел к царю. Пошел к царю тому, на страну, которого он нападал. Царь израильский, прочитав письмо, разозрал одежды свои и говорит, разве я о Бог, чтобы умиршлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знаете, смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Израиль это прообраз церкви. И в церкви есть люди подобные такому царю, которые рвут на себе одежды, говорят, что это провокация, унижение и никаких исцелений сегодня нет. Но, слава Богу, есть Елисеев в церкви. И когда услышал Елисеев, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. И прибыл Нейман на колях своих и на колеснице свои и остановился в входе в дома Елисеев. И послал Нейман слугу в дом пророка. Доложи, вот приехал генерал для исцеления аж из самой Сирии. Нейман еще не узнал, что может сделать Елисей для него. Но как-то неприятно его встретили в этой стране, он ощущал. Но сегодня мы знаем, что для мира, что для нас сделал Бог. Он послал Сына Своего, чтобы он умер за нас. А теперь посмотрим на другого человека. Геезия. Слуга Елисея несет благую весть об исцелении от проказы, но вместо этого в ответ он слышит только ругание. Да и вместо Елисея выходит его слуга и передает указания пророка никаких трудностей. Все очень просто и ясно. Иди окунись в Вердане семь раз и будешь здоров. Разгневался я Нейман. И очень сильно не оказали даже чести к нему. Какое отношение, какие-то детские указания. Пророк что думает, у меня денег нету? Да я его могу купить за эти деньги, которые у меня есть. Я думал, он выйдет, встанет и предзовет имя Господа Бога и возложит руку свою на то место, где проказы. Снимет проказу. Разве реки Дамаски не лучше этих израильских вод? Но подошли рабы его и говорили ему, отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал бы ты. Но сделал бы, конечно. А тем более, когда он сказал тебе, только пойди, окунись, ты будешь чист. под слугой Геезии мы видим христиан, которые несут евангельскую весть неверующим людям, неиманам. Но как? Можно просто сказать, как сказал пророк Иона, как Иона говорил, еще сорок дней и Неневия будет разрушена. Ион ходил и повторял эти слова. Он больше ничего не говорил. А в сердце у Ионы не было желания спасать народ. Он даже пытался убежать от этого благовестия. Но Бог направлял его туда своим путем. И что еще хуже, после раскаяния этой страны Иона просил себе смерти. Хотя Геезий жил с Элисеем, это был человек особого склада. Читая о нем, можно заметить, что он был сребролюбивый, лживый и обманщик. И вот такой человек идет к Нейману. Что он еще может добавить к словам Мелисея. А Нейману нужно было доброе слово. Его нужно было убедить в том, что необходимо исполнить появление пророка. Иисус Христос в одной из притч обращаем пире, так говорит, когда званы отказались прийти, он говорит слугам, идите и убедите прийти их на пир. Идите и убедите. Может, Нейман услышал сухие слова Геезии без понимания сочувствия к его болезни и понял он, что он здесь как бы лишний, ненужный, что его опять куда-то отсылают. Очень часто христиане говорят, ну вот, я привел его, ее в церковь, теперь я свободен. Выбор теперь за ним. И сегодня некоторые христиане похожи на Геезию, честолюбивые, могут приврать немного, могут недосказать немного, нет теплых слов, согревающих душу, хотя претензий вроде бы и нет, ведь он сказал, что ему повелели, не похожи ли мы на этого служителя. С виду он один, а на деле другой. И в итоге, спасая Неймана от его проказы, Геезия сам заболел этой проказой. Апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам 9 главе, чтобы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Ох, как часто мы похожи на Неймана. Что-то сделали не по-нашему, или что-то не так, как мы хотим, и вспышка гнева. Люди поворачиваются и уходят. У Неймана не было веры в сердце. Надежда начала угасать, поэтому Он взял так много денег с собой. Многие люди сегодня платят большие деньги, чтобы иметь место в храме, иметь место в синагоге, давать дорогие подарки на благотворительность, только чтобы в сердце был мир. Но они отказываются верить. Сегодня спасение не в деле, а в вере. Нужно поверить, что кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха. слуги уговорили Неймана поверить в его исцеление. И он пошел и окунулся. Семь раз, как сказал ему Елисей. Сегодня слуги Христовые, проповедники, родители, друзья уговаривают вас поверить в искупительную жертву Иисуса Христа. Прислушайтесь к ним. Подводя итог, можно увидеть перемену Неймана. Как на Аркане, не желая идет он к Елисею. Только тяжелая ноша, болезнь, это заставляет его делать это. Так и грешник под ношей греха мечтает освободиться, но нехотя, безжелание идет к Богу. Только по той причине, что очень и очень тяжело на душе. Но как только Нейман получил исцеление, он с радостью и с большим желанием возвращается к Елисею поблагодарить его. Как только проченный грешник получает радость спасения, он сразу наполняется желанием прославить, отблагодарить Бога за то, что он сделал для него на кресте Голгофе. И все это происходит только по вере. Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Библия говорит нам, что мы все много согрешаем. Это наши слова, мысли, дела. Они как пятна проказы мучат нас. Но сегодня мы можем исповедовать их перед Богом, Богом Елисея и нашим Богом. И Он простит нас и очистит нас от всех грехов. Сегодня Твое время. Сегодня мы можем все очистить наши грехи. Только надо сказать об этом Богу. Аминь. Будем молиться. Великий Бог, мы к Тебе приходим в этот час утреннего, подскрестного дня, Господи. С благодарностью что Ты милуешь нас, благословляешь, Господи. Даешь нам для нашей жизни все потребное, Господи. Мы благодарны Тебе за здоровье, которую мы имеем, за работу, которую мы имеем, Господи, за семьи наши, за детей, за все мы Тебя благодарим, Господи. Но больше всего мы благодарим Тебя за то, что мы имеем спасение в Тебе, Господи. За то, что Ты, Господи, пришел для того, чтобы умереть за грехи наши и простить нас, Господи, мыть нас, Господи, от этой проказы греховной, Господи. Мы благодарны Тебе, что у нас есть место, куда мы можем приходить под крест Голгоф, Господи. И просить Тебя прощения, Господи, чтобы Ты очистил нас, Господи, все мы много согрешаем, Господи, очень много, Господи, прости нам грехи наши, Господи, очисти нас, Господи, да будет милость как нам, благослови нас, Господи, благослови прислушиваться к голосам, Господи, наших родителей, Господи, наших жен, Господи, которые указывают нам, друзей, Господи, которые указывают нам на грехи наши, Господи, помоги исправляться, Господи, Ты хочешь, чтобы мы, Господи, в этом году, в этом трудном году, Господи, были ближе к Тебе, Господи, мы не знаем, как Ты придешь, но, Господи, Ты хочешь, чтобы мы были готовы к этому времени. Господь, благослови нас, Господи. Мы это все просим, во имя Сына Христа. Слава Тебе. Аминь.